Ирина Баблоян, персонально ваша программа и персонально ваша у нас сегодня Евгений Чичваркин, бизнесмен, инвестор геннонизма вайн и ресторана Хайт. Здравствуйте, Евгений. Добрый день. Редко, когда сайт Эхо Москвы кого-то обманывает, но в этот раз обман просто налицо. Точнее, на... Как называется эта часть головы? На волосы, волосы, волосы. Да, потому что такой, понимаешь, волосатый мужчина на анонсе, а те, кто смотрит YouTube-трансляцию, видят, что совершенно новый лук у Чичваркина. Невесты приходят, волосы уходят. Ах, вот какие хорошие. Надо записывать, ввести специальную книжечку. Слушайте, начнём мы, знаете, с трепешущей темы. Вот вы живёте в Лондоне. Так точно. Да, у вас там видос. Вы довольно активно ведёте социальные сети. И, наверное, в любой момент вас, в принципе, любой человек может найти. В конце концов, я просто помню, как однажды пришёл к вам в магазин, и вы мне помогали выбрать вино для Тани Фельгенгауэра. То есть, это вообще не проблема. Контакт установить очень легко. И если отталкиваться от вот этих вот историй с Верзиловым, с Крипалями и так далее, вам вот самому не страшно? Страшно, конечно. Серьёзно? Нет, меня просто интересует вопрос охраны. Почему у вас нет охраны тогда? Как говорил Борис Березовский незадолго до смерти, я тоже его спрашивал, что вы выходите с охраны, и он говорит, Марк, Марк, подойди сюда, подойди сюда. Вот посмотри на него, Жень. Какой это охранник, это свидетель. В целом, я просто экономлю на этом деньги. Нет, если серьёзно об этом говорить, действительно чувствуется какое-то напряжение по этому поводу? Нет, напряжение меньше, чем было 8-9-10 лет назад и 12 лет назад. Ну, сколько можно бояться уже? Нет, мы все боимся, просто многие уже устали бояться. Когда вы услышали историю, например, про Петра Верзилова, у вас какое мнение по этому поводу? Вам верится в эту версию, что его могли тоже отравить спецслужбы? Сейчас это выглядит более вероятным. Вначале я просто насторожился, потому что я очень не люблю делать скоропалительных выводов. Ну, то есть, жизнь приучила не делать скоропалительных выводов, когда что-то происходит. Вот я, ну, не знаю. Сейчас похоже, что да, действительно. Я буквально вчера общался с Карамурзой, который практически восстановился, но говорит, что всё равно какие-то последствия, видимо, остались навсегда. И я очень рад, что он весёлый и в боевом настрое, но я понимаю, что рядом с нами, вероятно, вот буквально вчера на открытии новой, открытой России, я понимаю, что там пару-тройку стукачей, и понимаю, что по большому счёту в любой момент может быть атака в любого из нас. Ну, надо же какие-то попытки предпринять всё-таки. Ну, вот Борис Немцов тоже говорил, что охрана его, конечно, не спасёт, если захотит что-то сделать. Да. Да, но, собственно, он охраной редко пользовался. Но вот глядя как раз на эти истории, можно же, наверное, как-то себя обезопасить. Ну, просто потратишь кучу денег, запаранойешься и всё. Ну, то есть вы не оглядываетесь? Нет, абсолютно. Слушайте, а... Я езжу в открытой машине у меня, и открытая же она стоит сейчас. Допустим, что вот то расследование, которое провели журналисты, и то расследование, которое Британия показала изначально, оно подтвердится в суде, и мы примем это как основную версию. А у вас есть... Мы уже приняли. Да, у вас есть претензии к Британии как государству, что оно так легко пропускает таких людей, что оно не обеспечило безопасность в стране? Абсолютно нет никаких. Любая нормальная страна пользуется принципом презумпции невиновности, поэтому, если у человека всё нормально с документами, он может переезжать и путешествовать. Нет, то, что они всё нашли и раскопали, в целом, это одна из самых эффективных полиций вообще в мире британская. Нет, к полиции у меня претензий в этом... Это кричит как раз наоборот о том, что это вот журналисты больше раскопали, чем британские спецслужбы, причём российские журналисты. Почему? Ну, нет, здесь всё установили изначально, что это вот эти люди и так далее. То есть цепочка и фотографии пошли отсюда, это уже потом российские журналисты подключились. Ну, я никогда не был в Израиле, но Ирина мне перед эфиром говорила, что два таких человека никогда бы просто не пересекли границу там, если бы прилетели. Вы согласны с такой точкой зрения? И хотели бы вы, чтобы Британия в этом смысле была бы жёстче? Я бы хотел, чтобы Британия была бы жёстче в последующих решениях. То есть, если принято судом, что, например, это приказ отдан из высшего руководства страны или главного разведения управления, где санкции в отношении конкретных людей? Где выдачи, где выдачи арест ворент на этих всех персонажей? Где это всё? Ну, то есть, это, по сути, акт войны, то, что произошло. Вы говорите, что при этом у вас нет никаких претензий к Британии как государству, но, тем не менее, Тереза в своё время принимала именно то самое решение, что мы не будем публичить историю с Литвиненко, мы сами там по-тихому разберёмся. Вам не кажется, что то, что сейчас происходит, это последствия во многом того решения? Ну, может быть. Может быть. Ну, вот представьте себе, что эти два персонажа въехали бы в Испанию, или в Португалию, или, не знаю, или в Италию, или в Грецию, и сделали там то же самое. Никто бы ничего не расследовал, никто бы ничего не понял, никогда бы ничего никто не узнал. То есть лучше, чем, по крайней мере, в тех странах, которые вы назвали? Чем во многих-многих странах, я уверен. В Израиле, так как изначально, как государство зародилось в войне, и продолжает находиться в войне, они просто настроены по-другому, плюс совершенно другой размер у государства, и, ну, в общем, так как оно очень молодое, есть что защищать, там, не все согласны с границами и так далее. Здесь же понятно, какие границы, это древняя цивилизация, собственно. Другое отношение. В целом, мне нравятся многие вещи, как... Я не был в Израиле, но вот то, что я знаю, с точки зрения безопасности, наверное, это... Очень много мудрых решений. Во всяком случае, девушки на пляже с летальным оружием мне очень нравятся, я бы хотел... Мне на таком пляже было бы очень комфортно. Жалко, что их не было в Ницце, когда, например, человек на фургоне въехал. Вот, там он два километра проехал. Сколько бы он проехал в Израиле? Он бы не доехал. Он бы не доехал, и он бы просто в форшмак бы превратили бы... Причем разные люди, и, в общем, очень правильно. Но у этого есть другая опасность, да, когда государство становится настолько там всесильным, и ему позволено так многое, и оно так сильно следит, в том числе и своими гражданами. Это имеет иногда побочный эффект очень серьезный. Ну, вы понимаете... Может, но не в Израиле. Или пока не в Израиле. Неправильный пример. Ну, посмотрите, мы обсуждали... Побочный эффект, скорее, в России от всесильности. Смотрите, мы в прошлой части тоже обсуждали эту тему, в том числе и со слушателями. Один из наших слушателей прислал вопрос, почему бы эху Москвы не задать вопрос при службе правительства Великобритании о причинах, по которым они предоставляют гражданство и биржище, в том числе людям, которые убегают от коррупционных преступлений и прочее. Понятно, что мы не задаем этот вопрос правительству и пресс-службе в вашем лице. Но, тем не менее, как вы думаете, насколько правильно или неправильно поступала Великобритания, когда делала так? А, во-вторых, произошло ли переосмысление сегодня? Ну, сейчас просто, мне кажется, ничего никому не выдают. Просто они подвешивают все дела, которые только можно. Я думаю, что ситуация, которую мы знаем про Абрамович, она связана ни ответом ни да, ни нет. Поэтому, ну, в общем, когда-то это было достаточно, решения были быстрые, когда-то решения были медленные, когда-то, когда была Тереза Мэй, она, кстати, всем отказывала, все судились в Великобритании. Я судился, потому что она мне отказала в убежище, например, на ее, ну, во всяком случае, у меня было прошение на ее имя, она тогда была Home Secretary, вот, я выиграл суд. Она странненькая, Торе не повезло, Торе не повезло. Лучше Борис был, хоть жесткий, но понятный человек. Я просто хотела продолжить эту историю немного и про Романа Доброхотова, но вы, я не знаю, следили за ним. Вчера, прям вчера встретились. Ну вот, расскажите, как у него настроение? Он горд или боится? Нет, он понимает, что возвращение будет тревожным. Ну, то есть, конечно, боится. Он понимает, что он накопал то, что не нужно было накапывать. А вы ему дали совет какой-нибудь? Может быть, там не возвращаться, а остаться в Великобритании? Я ему дам с удовольствием совет, если он решит остаться здесь, как и что здесь делать. То есть, непрошенных советов вы не даете? Непрошенных советов нет. Но я же не бабка на лавочке. Хорошо. Я, кстати, напомню нашим слушателям, что они могут спросить совета и просто задать вопрос. Евгений Чучеваркин, плюс 7-985-970-45-45. Это номер для СМС-сообщений. Ну, раз уж мы, да, в том числе упомянули Романа Абрамовича, точнее, вы упомянули Романа Абрамовича, а вы как считаете, это тот круг, это тот человек, которого уже нужно, там, ну, Британии от себя, что называется, отторгать, да, проводить эту линию. Или нет? Вот как раз его трогать не нужно, он хороший. Его трогать не нужно, он хороший. Почему? Ну, потому что он, ну, во-первых, он деньги заработал до Путина, да, он уже был бизнесменом до Путина. Тем не менее, он был его кошельком, так, по крайней мере, его называли. Так его называли, и могут продолжать называть, но давайте исходить из того, понятно, что у нас все перемешалось и переплетено, и по многим непонятно, это чиновник или бизнесмен, но вот он бизнесмен, вот, изначально, во всяком случае, точно, и его деньги тысячу раз проверили, перепроверили здесь, у него прекрасные инвестиции, он, так как сам по себе является перфекционистом, я абсолютно уверен в чистоте и правильности всех его здесь вложений, инвестиций и налогов, вот, надо... Ну, у Бориса Березовского были вопросы, правда. Ну, Борис Березовский проиграл в суде, в большом суде, который 6 лет длился, вот, в итоге. На вопросы есть ответ судей, который читал это дело несколько лет. Да, мне могут нравиться или не нравиться, но это окончательный мировой суд, мне кажется, произошел между ними. Поэтому вопросы... Опять-таки, там не было вопросов в легальности этих денег, был вопрос, чьи они, его или его. Вот, поэтому... И на этот вопрос уже есть ответ. Поэтому выгонять такого инвестора, это очень неразумно, глупо и непрагматично. Здесь как-то еще Елизавета Первая сказала, что наша религия – это здравый смысл. Вот здесь произошла измена этому здравому смыслу. А что, русофобия так на это повлияла? Как вы назовете это явление? Ну, русофобия – это, наверное, по национальному признаку какая-то нелюбовь. Ну, мы имеем в виду здесь государственная, скорее. Да, российская фобия, россиянская фобия. Давайте как-нибудь так назовем. То есть вы ее фиксируете, она есть? Есть определенное напряжение и со стороны Швейцарии, и со стороны Штатов, и со стороны великобританских банков и, понятно, всевозможных служивых. Понятно, после химической атаки особенно есть определенное напряжение. Люди, развитые и образованные, четко разделяют, кто есть кто. А кто ассоциирует себя со страной или с футбольной командой, или с церковью Белого Братства. А они, как правило, поступают так, как слышат по радио, по телевидению, а так как журналистика здесь строится всегда на истериках, всегда на истерии, в чем не важно. Скрипаль, 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 Трамп, Трамп, Трамп. Хитинг вейв, хитинг вейв, хитинг вейв. Ну, то есть прыгать с одной истерики на другую – это держать всех. Ну, в общем, лох должен цепенеть, в общем, в какой-то степени. Вот, это то, как здесь строится, к сожалению. Вы вчера застали эту истерию по Чипиге? Увидели или нет? Да, я видел эти все фотографии. Да, я вообще удивился, что они представились с Петровым и Башировым. Им нужно было, вот если бы все еще занимался кто-то более мудрым вот этим вопросом, им нужно было, конечно, использовать украинские имена изначально. Вот, причем какие-нибудь, да, какие-нибудь, чтобы был в этом украинский след какой-нибудь. Вот если бы у нас были помудрее люди, или у них было чуть больше креатива, чем просто ручку намазать дерьмищем этим, доверную, вот, то они могли бы сделать, сделать бы еще что-то вот такое. Евгений, возможно, вы их недооцениваете. Может быть, они спланировали так, что должны были добраться до фамилии Чипига. А какая уж у него на самом деле фамилия, как говорится, кто его знает? Нет, я думаю, что мы их всех переоцениваем. То есть? Ну, то есть, нам кажется, вот мы смотрим, мы помним фильм про Штирлица, там, у Путина любимый фильм «Щит и меч», но вот это «Щит и меч», вот то, что произошло. То есть, на ваш взгляд, происходит такая десакрализация деградированных спецслужб. Да, конечно, они могут приехать, они могут выбрать, я не знаю, какого-нибудь мальчика из глубокой деревни, обеспечить, перевезти его семье, купить квартиру или что-то, если он приедет и грохнет меня. Да, конечно, у них и это получится. Сто процентов, но... А сверхзадача-то где? Идея-то где? За что? Но тут они как бы их сверхзадачу-то со скрипалями не выполнили, по факту. Ни задачу, ни сверхзадачу. Здесь это вообще чистые... И сами эти скрипали, посмотрите на них. Это чистый брейгель вообще, вот просто как он есть. А ни одного приятного лица. По поводу как раз сверхзадачи, Ирина, я хочу понять, да, вот Евгений говорит, что вот Абрамович хороший, чистый. Да, хороший. Зачем его высылают? Правильно ли я вас... Его не высылают. Ну, хорошо, они не пускают, да, там, не пускают где-то там что-то хорошего инвестора. Не ответили вовремя. Да, ну, там, в Швейцарии так вообще, да, просто не дали гражданство и все такое. Так вот, если говорить об этом, правильно ли я вас понимаю, что, на ваш взгляд, в Великобритании это, ну, там, как вы сказали, российскофобия, но я скажу по-старому русофобия, невыгодна сегодня? То есть, да, она есть, но ей невыгодно. Абсолютно невыгодно. Как быть тогда? Где хороший выход для всех? Хороший выход для кого? Для Абрамовича? У него... Давайте, у Романа Аркадьевича все хорошо с головой, поэтому он получил израильский паспорт и, вероятно, через 12 часов после его получения уже был здесь. Вот. Как, опять-таки, я слышал из СМИ. То есть, бизнесмен, если ему ставят препоны, он их обходит. Это всегда так. То есть, британский бизнес, если он хочет российских денег и российских инвесторов, он придумает, как надавить на британское правительство, чтобы мы дружили. Нет, никакого давления нет. Мы поставили препон, который просто обойти. Ну, этот препон просто обойти. Если бы запретили личный въезд, то этот препон был бы сложнее. Но это тоже довольно странная логика. Если бы въезд арестовали бы все активы и акции, это еще худшая ситуация. Ну, то есть, тогда получается, что это какая-то просто показушная история, потому что, ну, что они не могли просчитать, что вот может получить себе израильский паспорт и спокойно приехать. Смотрите, смотрите, есть одна вещь, которую англичане боятся больше всего. Это даже не новичок, это не плохая погода, не Трамп и не Брекзит. Есть вещь, от которой они страшно боятся, это ответственность. Вот, где-то просто какому-то из чинов не захотелось брать ответственность за Абрамовича. И он отложил просто эту аппликацию и не стал ее рассматривать, чтобы ее рассматривал кто-то другой. Как и мою аппликацию отложили и не рассматривают. И так далее. То есть, вот я буквально сейчас буду судиться. И точно выиграю. Вот, потому что их надо подтолкнуть к решению. А когда будет судья, будет вынужден принять решение, и тот уже, который аппликацию не ставит. Абрамович мог сделать то же самое, просто это занимает время. Вот, которого у него, видимо, нет, и который слишком дорого у него стоит. И он мог посудиться, и он точно бы выиграл этот суд. Сто процентов. Просто он чувствует это напряжение и свернул, кстати, программу инвестирования в Челси, что очень хороший сигнал для всех, чтобы еще раз, тысячу раз подумать. Они все-таки, ну, достаточно развитая страна, чтобы разделять зерна. Ты что, кто-то это заметил как-то? И все говорят, ой-ой-ой, и Абрамович перестал... Да, конечно, еще как, здесь все стревожились, потому что... А, с другой стороны, от чего они ждали? Собирать инвестиции со всего мира и собирать инвесторов, чтобы это все варилось и на этом все жили, это, в общем, понятный британский способ жизни, который уже давно и который себя хорошо зарекомендовал. Можно не быть такими эффективными, но сделать эффективную защиту у инвестора и собирать деньги. Кстати, в прекрасной России будущего, я надеюсь, что это можно сделать будет еще лучше и жить в том числе припеваючи, когда огромное количество денег... Есть будущее в России. От нас зависит. А жить в эту пору прекрасную нам с вами придется? Может быть, видев почки у кого-то. Хорошо, мы сейчас прервемся на новости. И сразу после новостей продолжим говорить с Евгением Чичваркиным. Напомню, что номер для СМС плюс семь девятьсот восемьдесят пять, девятьсот семьдесят сорок пять, сорок пять. Съел и порядок. Ваш. В 15.35 столицы продолжается программа персонально. Ваш Максим Курников и Ирина Баблоян. И у нас по скайпу бизнесмен, инвестор кедонизм Вайнс и ресторан Ахайт Евгений Чичваркин. Евгений, вы наверняка слышали о том, как сбили наш самолет над Сирией. И теперь мы поставим Сирии С-300. Можно ли сказать, что Путин снова всех переигрывает? Потому что даже в самой, казалось бы, неприятной для нас ситуации он извлекает выгоду. Он поставляет то оружие, которое, в общем, наверное, и хотели туда поставлять. Но просто раньше вроде как было неудобно. А сейчас можно. Я, честно, вообще не понимаю, что мы там делаем. Вот в целом, да. Я отказываюсь понимать. Понятно, что там как... В итоге это будут какие-нибудь нефтегазы. Но вот взяли, вторглись в чужую страну. Нет, не хватает там десятков тысяч километров дорог. Горячей воды нет, по-моему, 9 миллионов человек. Или какой-то такой абсолютный мрак. Средневековье. Какого хера вообще туда полезли? Зачем там вообще кто-то мрет? Зачем мы там кого-то бомбим? Он никого не переиграл. Это все... За все, за это придется, конечно, рано или поздно отвечать на его личном Нюрнберге, мне кажется. Евгений, ну а зачем там другие страны? Зачем там американцы, которые вообще на другом континенте? Ну, видимо, из-за какого-то нефтегаза. Вот тот же самый ответ, нет? Так у нас свой есть. Мы свой продать не можем. И в Америке есть. У них огромное количество нефти. Да, ну хорошо, ну пусть они там... Ну, у них же нет такой проблемы с дорогами, с образованием. Она по-прежнему страна номер один. Они могут себе позволить, наверное, поразвлекаться где-то. То есть, воевать в других странах могут позволить себе только богатые страны. Все остальные должны сидеть по углам. И не бороться за свои интересы, в том числе военным путем. Вообще никто не должен бороться... Что значит интересы? То есть, они их обозначили как свои интересы. А интересов, по большому счету, не должно быть больше, чем внутри своих границ. Так, по большому счету. Но, тем не менее, мир сегодня другой. По крайней мере, дядь, которые управляют миром, они его видят по-другому. Но у вас вопрос, что мы так делаем? Никто миром не управляет. Это вот кто вызвался, тот и вносит свою лепту. Нет управителя мира и теневого правительства. Они не могут обеспечить... Ну, то есть, в нашей стране газом не все обеспечены. И в нашей стране не хватает... Я не знаю, дорог этого асфальта не сделано достаточное количество. Хотя он делается из нефти и так далее. Ну, то есть, надо у себя дома разобраться. Потому что дом огромный, и часть дома можно потерять, если не заниматься колониями, например, которые за Новосибирском и дальше. А там очень много всего закопано. Я думаю, что еще не разведано огромное количество чего-то. И так далее. То есть, вот это абсолютный нонсенс. Хорошо, я предложу другую версию. У нас есть там друг. Друг Асад. Мы, если будем всех друзей бросать, то нам никто не поверит больше. Никто не... Надо просто дружить с правильными пацанами. И вот, они всякими мировыми отребьями, отщепенцами. Надо дружить с правильными пацанами, которые сами тебе помогут, если вдруг что. У нас друзья одни неприятные люди, одни подозрительные лица. Ну, слушай, можно вспомнить, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Ну да, в том-то и дело. Вот, поэтому друг другом, но не обязательно же, чтобы гибли наши граждане там. В конце концов, другу можно поставить С-300 для поддержки народного, либерального, свободного режима где-то. Можно помочь оружием, наверное. Но Асад никак, и сирийская администрация никак к этому описанию не относятся. Евгений, вы как человек, у которого в свое время бизнес, скажем таким словом, отжимали, да? Скажите, когда вы смотрите на то, как Рамзан Кадыров... Можно без продолженного времени, отжали. Отжали, хорошо. Вы наблюдали за историей Кадыров-Сечин? Вы видели, как у Сечина маленький кусочек его нефтяной империи... Отжали, скажем. Да, забрали в Чеченскую республику. Вы что при этом испытываете? Есть какая-то гамма чувств или нет? Это не Сечина, это же все Путина. То есть, Путин считал, что тогда был временный администратор Ходорковский у народного добра, который на самом деле путинское. Поэтому он поменял администратора Ходорковского на Сечина. А так он не считает, что это Сечинское царство. Он считает, что он там просто временный исполнитель его воли. Но показатель для обывателей, которые читают новости, выглядит так, что Путин у Кадыров намного дороже Сечина выходит. Или сильнее? Ну, они же все время... Что у Путина хорошо, это вот противовесы и балансы. Вот он и вывешивает, когда дисбаланс происходит. Происходил дисбаланс силовых структур, сделали Следственный комитет когда-то давно. Но произошел там какой-то дисбаланс с Москомдурью, поменяли руководство в Москомдуре. Сейчас происходит, где без дисбаланса у Путина чувство баланса есть. На самом деле, ну, все-таки, он, надо понимать, дзюдоист в легком весе, поэтому... А, Евгений, на ваш взгляд, то, что с выборами произошло на Дальнем Востоке, во Владимирской области, это не сумели соблюсти этот самый баланс? Или это просто способ соблюдения баланса, такие выборы? Ну, это вообще не выборы. Ну, это вообще не выборы. То есть, это клоунада, и клоуны настолько устали, что они даже пытаются... Даже не пытаются притворяться в этом... Ну, то есть, всем настолько наплевать, и настолько люди понимают, что они ни за что никогда не будут отвечать, что можно спокойно вбрасывать, что угодно рисовать. Я за выборами перестал наблюдать после условных президентских, потому что это все дальше... Этот институт деградирует. Вот вы говорили о деградировании. Подождите, а за президентскими вы наблюдали? Было интересно вам? Ну, то есть, вам казалось, что там все-таки есть какая-то интрига? Мне казалось, там нет никакой интриги, но мне было интересно посмотреть, как поведет себя народ. А народ себя повел так, что и за народом наблюдать тоже больше не интересно. Подождите, ну вот сейчас как раз народ повел себя так, что не избрал тех кандидатов, которых поддержал, в том числе Владимир Владимирович. Он приехал в Владивосток, сказал человеку, у тебя все будет нормально, а он выборы проигрывает. Смотрите, КПР, Эфли, ЛДПР, это все одна шайка. Это абсолютно без разницы. Это все как разные отряды на Селегере. То, что у них разные футболки, это не значит, что они напечатаны в одном месте, и они все подчиняются одному. То есть, там нет независимых кандидатов. Это все абсолютно... Почему, когда так болезненно это воспринимают те же единороссы? Ну, хорошо, это вот как соревнования в школе. Есть четыре дома, у всех каждая футболка. Но одни болезненно, одни радуются выиграющим, другие болезненно переживают. А кукловод один за этим. Поэтому это никакие не выборы, это никакая не интрига, это абсолютно буря в стаканах воды, чтобы отвлечь, в том числе, имитация демократии. Я предлагаю вообще дисконтировать это, не смотреть туда, не ходить. То есть, вы не согласны с теми политологами, экспертами, которые говорят, вот он ответ на пенсионную реформу. То есть, нет. Нет никакого ответа. Пенсионную реформу заглотили с живцом. Нет никакого ответа. Все еще раз показали, какие они терпилы, и что все, что угодно можно сделать. И протест опять сдули, собственно. И на пути до Северной Кореи образца какого-нибудь там 92-го или когда там была наихудшая ситуация с голодом. До этого еще очень далеко, поэтому можно дальше завинчивать, грабить, обрезать и так далее. То есть, Путину четкий знак абсолютно, что он может делать абсолютно все, что хочет дальше с этим народом. Народ проест все. Как мне хочется, чтобы вас услышали все люди в этой стране. Ну, прослушайте, Ирина, я просто не согласен с Евгением Чечеваркиным, потому что мы-то с тобой знаем, что не все такие. Например, есть депутат Поклонская, которая, как с самого начала сказала, я буду против этой пенсионной реформы. Ну, по пальцам, Максим, можно таких пересчитать, по пальцам. Ну, тем не менее, они есть такие люди. Она принципиальная, знаете, есть такое выражение «полезный идиот». Вот, она принципиальная, на мой взгляд, полезная идиотка. Принципиальная. То есть, ей голову проломили в Киеве именно из-за того, что она была принципиальная. Вы знаете эту историю с нападением. У нее есть, у нее, самая большая опасность в том, что у нее есть реальное убеждение. Вот, кроме вот этой всей ватной чуши, которая там привнесена позже, у нее есть реальное убеждение, поэтому ее и будут потихонечку сливать, потому что так держать в стороне, если что, там по телевизору показать, чтобы что-нибудь она, если там нужно будет проспект Ленинский-Ленинградский, сделать слишком два Ленина, может быть, будет проспект Николая Второго, тогда нужна будет Поклонская. В нужный момент доставать. Да, нужно, наверное, доставать. Ну, я понимаю, что вам не близки ее взгляды, но у вас вызывает уважение ее вот эта упертость? Это упик. Упертость? Нет. Упертость вызывает уважение, если за этим стоит, например, интеллект и упертость. В этом сочетании это может вызывать уважение. А безумие и отвага вызывать не может. Раз уж мы вспомнили о депутатах Государственной Думы, Ирина, ты процитируешь или мне процитировать депутату? А, про Николая ты хотел? Да, Валуева. Валуева, да, который сегодня процитировать, я сейчас, да, я боюсь переврать, но в своей прямой линии пенсионер обратилась к нему и сказала, не стыдно ли быть бедным в такой богатой стране, на что, как цитаты ответила. Да, из Шукшина, что стыдно быть дешевым, а бедным быть не стыдно. И тут, кстати, Алексей вот задает в сообщениях вам вопрос, как выжить в России обнищавшему среднему классу? Ну, во-первых, вопрос сначала такой, стыдно ли быть бедным или нет? В каком-то возрасте уже да. В основном. В основном. Согласна. В основном. Есть люди, которые убежденно занимаются тем или иным. и небогатые, да, там люди, которые там занимаются исследованием, наукой, небогатые просто, ну, они вызывают уважение. В целом, ну, опять-таки, если не протекает крыша дома и недостаточно еды, нет, если у тебя в возрасте нет денег на операцию, это в целом вызывает вопросы. Ну, то есть, у меня, вот, у меня лично какой вопрос, потому что большинство людей, скажем так, я не знаю, ну, до пенсионного возраста, они говорят, что вот государство не делает ничего для того, чтобы они были благополучны. Они в своей бедности меняют государство, да. Ну, то есть, виноваты государство все-таки или виноваты люди, которые ленивые, назову их так? Ну, советское государство насильно взяло на себя эту роль, и многих приучило, что государство должно все это делать. В прекрасной, идеальной стране будущего у государства роль маленькая, и все должно зависеть от конкретных людей. То есть, государство должно протянуть руку, если ураган налетел, и все остались без крыши, вот тогда должно государству помочь. Или умерли все родственники, и ты остался молодым без денег, или юным совсем, или ребенком без денег, вот тогда должно помочь государству. А так государству должно не мешать вот такая основная роль. Тем не менее, другой аспект этой истории. Свидетельствует ли такое высказывание о каком-то отрыве от земли, от народа, от того, что происходит, от того, что хотят слышать люди, или нет? Отрыве кого? Нет, 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 депутат. Ну, вот депутат Валуева. Депутат Валуева. Депутат Валуева. И вообще элит, скажем так. Депутат Валуева или элит? Кого мы сейчас рассмотрим? Ну, если вы считаете, что это вещи не разные, то давайте отдельно их рассмотрим. Я нынешних депутатов не могу причислить к элите, потому что они по многим признакам никак на нее не похожи. Я не думаю, что он оторвался. Я думаю, что он по-прежнему нормальный парень, который все прекрасно понимает. Еще одна тема, которую хочется с вами успеть проговорить, осталось не так много времени. Очереди за айфонами. Я вот, например, не поклонник. Секс за айфон. Я видела перед эфиром пост одного молодого человека, который заплатил 150 тысяч рублей за то, чтобы стоять первым в очереди, или в первой тройке, и хотел просто перепродать это место, но ему не удалось. И в итоге он попал в магазин, а айфон он покупать так и не собирался и просто заплатил 150 тысяч рублей. И вот этот ажиотаж вокруг очередей действительно так происходит? Или это вот такой маркетинговый ход? Это вам как бизнесмену вопрос. Для чего это работает в 2018 году? Ну, здесь тоже просто в Россию мало ввозится. Здесь тоже, ну, то есть, маленькие продавабельные мощности, да? Мы когда какое-то время, 10 лет назад, просили у айфона дистрибьюции, нам ее, естественно, не дали. Ну, естественно, не дали. Ну, зачем? Зачем большой сети такая дистрибьюция? Лучше отдать маленькому, маленькому, дружелюбному рестору, который от начала с ними. Вот. При всем моем уважении к господину Бутману, он молодец. Вот. Тем не менее, здесь тоже бывают очереди, и тоже бывают очереди на ночь. Просто их одновременно завозится столько и продается столько, что ажиотаж очень быстро спадает. Понятно, что их маркетинг, изначально маркетинг выстроен, чтобы как можно быстрее одновременно удовлетворить всех. Просто в Россию, чтобы, ну, видимо, ввозится мало или они выкупают мало. Эти очереди, это что-то все-таки искусственное? То есть, что-то специально подогреваемое, подвозимое и так далее? Или вот реально так, вот как практически 80-е, и люди сами приходят за дефицитом? Ну, вот прямо здесь сейчас уже в третий год стоит очередь магазин Гоярд, чтобы за несколько тысяч купить квадратную скучную сумку. Вот. Ну, такой маркетинг, и люди хотят, ну, как существуют эти клубы, да, автомобильный клуб, куда 5 лет нужно стоять. Ты какое-то время, несколько дней ты особенный, ты очень отличаешься от всех остальных, у тебя другой статус, ты самый продвинутый. То есть, эти компании дают возможность людям почувствовать себя особенными. Да. Это как раньше в дубленке вот ходил. Или... В красном пиджаке малиновом. Это уже позже, а до этого в дубленке. Или как будто у тебя Жигули в экспортном варианте с молдингами. Это вот такая же херня, на самом деле. Абсолютная, абсолютная. Ну, вот это вот, есть такой вид людей, для которых это важно. А очередь за кроссовками. Ну, вот представьте себе, где-то в Китае огромный завод, сидят инженеры, там почти нет людей, забивают какие-то там... Вот теперь мы делаем такие кроссовки. И происходит серия из абсолютно шести или семи видов пластика, которые стоят в себестоимости 6, 7, 8, 10 долларов. Которые потом почему-то стоят 150 фунтов. И вот люди давятся тоже ночами стоять, чтобы у тебя были пластиковые синтетические обуви вот именно этой комбинации цветов. Здесь даже технологий никаких принципиально нет, в отличие от айфона, который новый, вроде как там можно Луну сфотографировать. Ну, вот люди хотят, чтобы были именно эти кроссы. Ну, купил ёлку, имеешь право, в конце концов, на свои. Так что... Мне очень нравится предложение секса за айфон в этих очередях. Мне кажется, это какую-то изюминку правильную. На этой оптимистичной ноте мы и закончим сегодня. Спасибо, Евгений. Да, спасибо, всего доброго. Напомню, что у нас было... Спасибо. 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 Спасибо.